Только что он стоял, и вот уже лежит, оглушенный, ошарашенный, растянувшись во весь рост на булыжнике двора. Поворачивает голову, смотрит на ворота, будто оттуда может прийти помощь. Сейчас его ничего не стоит прикончить. — Кровь из разбитой головы, по ней пришелся первый удар, заливает лицо. Левый глаз ничего не видит. Сощурив правый, он замечает, что шов на отцовском башмаке лопнул. Дратва вылезла наружу, узел на ней и рассек ему бровь. Это был второй удар. — Вставай же! — орет Уолтер, примериваясь, куда ударит теперь. Он приподнимает голову на дюйм-другой, ползет на животе, стараясь не выставлять руки, иначе Уолтер на них наступит. Так уже было. — Ты что, аугарь? — спрашивает родитель. Отходит на несколько шагов, разбегается, снова бьет. Удар вышибает из него дух. В голове одна мысль. Это конец. Лоб снова касается булыжников. Сейчас Уолтер начнет его пинать. Белла, запертая в сарае, заходит цылаем. — Жалко, что я больше ее не увижу, — проносится в голове. Двор пахнет пивом и кровью. За воротами у реки кто-то орет. Ничего не болит. А может, болит все, и невозможно вычленить отдельную боль. Есть лишь ощущение холодов, прижатой к булыжнику щеке. — Нет, только глянь! — Уолтер прыгает на одной ноге, будто танцует. — До чего ты меня довел? Я порвал от твою башку свой добрый башмак! Дюйм за дюймом. Дюйм за дюймом вперед! Пусть обзывает угрем, червяком, аспидом. Голову не поднимай, чтобы не злить Уолтера еще больше. Нос, забит кровью, приходится дышать ртом. Отец отвлекся на порванный башмак. Минута передышки. Его тошнит. — Давай, давай! — ревет Уолтер. — Заблюй тут все! — Заблюй, мои добрые булыжники! — Давай же вставай! Поднимайся! Святые греховодники! Встань на ноги! — Святые греховодники? Что это значит? Волосы в блевотине! Соб... Святые грехи!